МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти. В студии Иван Шумилин. И сегодня в выпуске. Деятельность инвесторов и предпринимателей провела охоты и рыболовство изменения в градостроительстве. В Самарской губернтской думе прошло очередное заседание. Пристегни себя и пассажира. Тольяттинские полицейские проверили автовладельцев на предмет использования ремней безопасности. Что показала проверка? Расскажем. Хоккейная лада дома победила омские крылья. Это уже вторая победа подряд в чемпионате ВХЛ. Инвестиции в регион, правила охоты и рыболовства, изменения в градостроительстве рассмотрели депутаты Самарской губернтской думы на очередном заседании областного парламента. Кроме того, теперь на законодательном уровне лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещено работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Также депутаты приняли поправки в закон об обеспечении бюджетников санаторными путевками. Законопроект расширяет круг получателей этой меры поддержки. При этом средний доход на члена семьи, который позволяет получить путевку, увеличивается с трехкратной величины прожиточного минимума до четырехкратной. В этом году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет более 12 тысяч рублей. Значит, четырехкратная величина – это почти 48,5 тысяч. Сейчас просто несут на себе такую нагрузку физическую, моральную, психологическую. До срыва дело доходит. До срыва дело доходит. Вот одеть только этот костюм и просто в нем просидеть. Все себе просидеть. Очень тяжелая ситуация. И количество заболевших как раз идет. Поэтому любые вопросы социальной поддержки людей, работающих в какой-то отрасли, особенно в бюджетной отрасли, они очень важны. У нас в бюджетниках стоит в учете примерно 2 тысячи человек в год, которые претендуют и хотели бы оздоровиться на санкур-лечении. При этой норме мы практически в полтора раза увеличиваем количество бюджетников, которые смогут воспользоваться этой своевременной мерой поддержки. К новостям Автоваза. В розничной сети «Лада Деталь» состоялось открытие первого магазина по продажам автомобильных запасных частей в новом мультибрендовом формате «Лекар Стор». Магазин находится в Омске. В торговом зале представлен полный ассортимент собственной торговой марки Автоваза, бренда «Лекар», 1300 позиций аксессуаров и запасных частей, более 3,5 тысяч наименований оригинальных запасных частей «Лада» и другие автокомпоненты. Главная особенность магазина нового формата – возможность обслуживания владельцев автомобилей других марок. «Пристегни себя и пассажира» – тольяттинские полицейские проверили автовладельцев, как они используют ремни безопасности. Статистика показывает, чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях серьезные травмы получают именно те люди, которые не пристегиваются. К сожалению, многие водители и пассажиры ошибочно считают, что в случае аварии их лучше защитит подушка безопасности. Однако это не так. «Сегодня на территории городского округа Тольятти проводятся профилактические мероприятия по ремням безопасности. Убедительная просьба всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и пристегиваться ремнями безопасности». За час проверки было выявлено семь автовладельцев, которые пренебрегли своей безопасностью и не пристегнулись. Напомним, что за данное правонарушение грозит административная ответственность в размере штрафа 1 тысяча рублей или предупреждение. Путешествие в одном действии. Театр «Дилижанс» продолжает исследовать новые миры и пересекать границы даже в период ограничений. Новое странствие в глубины детских эмоций. Что делать с гневом, печалью, тревогой и обидой? За ответами на эти вопросы вместе с режиссером премьерного спектакля «Такие правила» Аленой Савельевой отправилась и наша съемочная группа до периода объявленных нерабочих дней. ПЕСНЯ Ярик, Буся, Аня и Лёля. Взрослые герои, но решают вернуться в детство. Им стово от года до пяти. В этой игре такие правила. И в этой игре весь мир может рухнуть вместе с потерей любимой машинки. Это история о преодолении сложной ситуации в жизни и о том, как маленький мальчик учится проживать свои эмоции и справляться с ними. Ему предлагаются разные варианты. Кто-то из тех, кто рядом, предлагает ему закопать их, задавить, не чувствовать, забыть. Идея спектакля родилась вместе с появлением у режиссера «Дочки». Что такое детские истерики и обиды, как к ним относиться и как научить ребенка с ними справляться. Поиск ответов на эти вопросы и атмосфера спектакля так увлекла зрителей, что на прошлом фестивале премьера одной репетиции они назвали работу Алены Савельевой лучшей. Как итог, постановка вошла в репертуар театра «Дилижанс». Режиссер написала к спектаклю стихи и музыку, а также включила в действие интерактив, который, впрочем, предпочитает называть тренингами. Ведь задача этой истории – научить детей и их родителей справляться с негативными эмоциями, а тех, кто оказался рядом, реагировать конструктивно и помогать. Это спектакль для детей и для их взрослых. То есть тут проводятся такие интерактивы с детьми и со взрослыми, и с их родителями, чтобы они могли учиться контролировать свои эмоции. Мы здесь боремся со злостью, с грустью, со страхом. В этом спектакле проводятся определенные тренинги. И они помогают в трудных ситуациях и для малышей, и подсказывают взрослым, как вести себя в трудной ситуации с ребенком. Теплую атмосферу спектакля режиссер называет ламповой и настаивает, что это история для семейного просмотра. В своей семье Алена Савельева не только подсмотрела тему пьесы, но и нашла вдохновение в фамильных вещах. Так старые бабушкины чемоданы в спектакле превращаются в миры, наполненные чудесами. К слову, Алена имела четкую концепцию спектакля и даже разработала эскизы персонажей, на основе которых создали костюмы. Старались его оставить, но сделать детей очень сильно модными, очень сильно стильными. Основывались на новых тенденциях. И я думаю, что и взрослым, и детям будет очень сильно приятно смотреть на них в наших костюмах. Путешествия с героями спектакля по просторам детских переживаний в Театре Дилижанса отправляются с малой сцены. Конечная остановка – умение управлять стихией эмоций и вдохновляющий настрой. Знаешь, бегай, танцуй, веселись, но знаешь, что будет завтра, не угадаешь. Иегречман Евгений Черемин. Новости Тольятти. О других заметных событиях города и региона в нашем коротком обзоре далее. Владимир Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию от COVID-19. Из документа следует, что эти два дня должны быть обязательно сохранением зарплаты. А россиян старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета. Также Владимир Путин поручил правительству России увеличить объемы вакцинации и тестирование населения на коронавирус. Депутаты Тольятти предлагают выплачивать компенсацию детям-сиротам за аренду жилья. Речь идет о выплате за съем жилья в период ожидания своей квартиры. Как известно, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются жильем. Эта норма закреплена федеральным законом. Темпы роста числа нуждающихся в жилых помещениях сирот опережают темпы предоставления квартир. Снять остроту проблемы и значительно облегчить детям-сиротам решение забот, по мнению депутатов Думы Тольятти, могла бы выплата им компенсацией арендной платы за наем жилья. Установление таких льгот на региональном уровне, осуществимая мера, такие полномочия у областных властей имеются. Тольяттинская «Лада» дома победила омские крылья. Тольяттинские хоккеисты одержали вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ. В матче против гостей из Омска шайбы забрасывали Михаил Назаров, Иван Романов и Андрей Белозеров. Итог встречи 3-1. Следующий матч тольяттинцы снова проведут дома в среду 27 октября, встретившись с новокузнецким металлургом. Парень 2001 года рождения сбил женщину на пешеходном переходе. В центральном районе на улице Баныкина случился наезд на пешехода. Автомобиль «Лада Приора» под управлением молодого человека двигался со стороны улицы Голосова в направлении бульвара Ленина. По неустановленной пока причине прямо на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину 54-го года рождения. Судя по тормозному пути, парень пытался предотвратить ДТП, но этого сделать ему не удалось. После удара пенсионерка упала на асфальт и получила различные травмы. Прибывшие медики оказали ей первую помощь и доставили в ближайшую больницу. К другим темам всегда на страже интересов граждан. Социальные работники разных районов Самарской области активно участвуют в прививочной кампании от COVID-19. Так, в Главном управлении соцзащиты города Сызрань привиты все сотрудники, которые не имеют медицинских противопоказаний. Подробности далее. Родители с маленькими детьми, пожилые, люди с инвалидностью. Ежедневно через работников соцслужбы проходят сотни людей. Это одно из самых важных и востребованных госучреждений. Чтобы обезопасить себя, своих близких и клиентов в непростой эпидемиологической обстановке, соцработники выбирают вакцинацию. Когда у нас началась пандемия, и в связи с этим, конечно, мы стали применять мер средств по защите с новой коронавирусной инфекцией. Руководители учреждения обеспечили нас всем необходимым. У нас есть средства как индивидуальная защита. Также у нас есть антисептики. В кабинетах происходит обеззараживание воздуха. В связи с этой обстановкой я решила, конечно же, пройти медицинское освидетельствование, когда появилась вакцина от коронавируса. Я прошла медицинское обследование и решила, конечно, вакцинироваться. Доказано, что прививка – единственный действенный способ предотвратить тяжелую болезнь и выработать коллективный иммунитет. Только так мы сможем дать отпор к COVID-19. У нас в каждом нашем мини-центре работают информационные табло. И там у нас очень большой блок, именно связанный с вакцинацией, о необходимости вакцинации и о том, какие последствия бывают у людей, которые, к сожалению, это проигнорировали. И, соответственно, когда специалисты ведут прием, мы раздаем гражданам брошюры о том, где они могут вакцинироваться, какими вакцинами они могут вакцинироваться. В общем, такая работа у нас ведется постоянно. Благодаря ответственному отношению социальных работников, жители Самарской области продолжат своевременно получать государственную помощь. Но в победу над коронавирусом каждый должен внести свой вклад. Прививка – это способ вернуться к нормальной жизни, сохранить свое здоровье и остановить распространение болезни. Как отметил на оперштабе министр здравоохранения Армен Бенян в текущей ситуации, чтобы быстрее обезопасить себя, нужно привиться той вакциной, какая есть в наличии в медицинском учреждении. Кроме того, по словам руководителя областного Минздрава, в настоящее время уже разрешена одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа. Все на гандбол! 27 октября гандбольная «Лада» проведет очередной домашний матч в рамках чемпионата России. В гости к Тольяттинкам приедет гандбольный клуб «Звезда». Перед этой встречей «Лада» занимает третье место в таблице, имея в своем активе 9 очков. «Звезда» идет на пятой позиции с тремя баллами после семи проведенных матчей. Напомним, что в связи со сложной пит-обстановкой все спортивные мероприятия в области проходят без зрителей. На игру «Лада-Звезда» болельщиков также пускать не будут. Прямую трансляцию встречи вы сможете увидеть на телеканале «Тольятти-24», начиная с 18 часов 50 минут. Флэш-интервью в прямом эфире, повторы самых ярких моментов и гандбол самого высшего качества не пропустите. И о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь октябрь шьем в Шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин «Склад» на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Корректор А.Кулакова «Аллегра». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...